Приветствую вас на универсальном игровом, с вами как всегда Женя, он же Игорь, и сегодня мне хотелось бы рассказать вам про игрушку Into the Bridge. Игрушка на самом деле двухлетней давности, но почему? Почему мне хотелось про неё рассказать? Потому что вдруг кто-то из зрителей моего канала про неё никогда не слышал, или слышал, но пропустил, потому что такое да, что-то там непонятное, пиксельное. В общем, это игрушка от создателей игру, игры Faster Than Light, и она представляет из себя некое подобие, я бы даже сказал, наверное, умных шахмат. По факту это пошаговая стратегия, которая, ну то есть основанная на ходах, то есть она turn-based strategy. Итак, давайте мы начнём, я начну новую игру для того, чтобы вам показать, что же это такое. Итак, что у нас с вами есть? У нас есть с вами наш главный пилот. То есть у нас происходит следующее, следующее. В игре произошла, я скажу как, произошла катастрофа, на землю напали инопланетяне, и вот эти вот инопланетяне пытаются эту землю уничтожить. Для того чтобы спасти от земли от инопланетян, был разработан специальный механизм, позволяющий людям возвращаться во времени назад, для того чтобы снова и снова попытаться их победить. При этом опыт, который вы получили в ходе борьбы, вы, соответственно, сохраняете. И вот у нас есть вот этот вот Time Traveler. Это основной наш непосредственно человек, который у нас будет использоваться. Итак, что же они умеют эти разные Time Traveler? У разных Time Traveler есть разные, соответственно, перки. Ну, то есть, например, здесь вот дает плюс два бонуса к экспин после килла, да, или, например, вот этот вот может снова ходить после того, как стреляет. Мне, на самом деле, очень нравится вот этот Time Traveler, потому что возможность ходить после стрельбы, это очень-очень классно. У нас есть сквады. То есть, у меня сейчас открыты только два сквада. Вообще, открыть можно еще больше. Ну, то есть, у меня сейчас есть шесть монет. Я могу открыть вот, например, вот этот и вот этот. Могу открыть, в принципе, какой-нибудь такой дальний. Ну, либо рандомно просто открыть и все. Ну, я предпочитаю, предпочитаю вот этих ребят пока. Что же это позволяет? В каждом скваде есть три юнита, которые умеют по-своему атаковать, по-своему ходить. То есть, например, вот здесь у нас вот есть вот самолет, который умеет при передвижении стрелять. Он может стрелять, когда перепрыгивает через соперника. У него есть две жизни. У него есть ходы четыре, то есть, четыре очка ходов, и он летающий. Соответственно, дальше у нас есть, по сути дела, такая-то Катюша, которая может отталкивать соперников. У нас есть шторм-генератор. Это очень-очень классная штука, которая позволяет атаковать всех, кто находится внутри шторма. Три жизни и ходы на троечку. И есть пульс-мех. Это мех, который позволяет передвигать тех, кто находится на поле боя. Соответственно, у него есть жизни, у него есть шаги. Ладно, значит, сложность стандартна. Изи, нормал, хард. Рекомендую играть на нормале. И поехали. То есть, мы отправляемся в прошлое. Из будущего летим в прошлое, чтобы спасать землю. У нас есть на выбор четыре острова, которые мы можем защищать. Так, давайте какой-нибудь выберем. Лидер тут такой, тут такой. Тут такой. Давайте, давайте, не знаю, возьмем. Начнем вот отсюда. Итак, собственно, с нами разговаривает руководитель данного места. Так. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что же мы можем делать? У нас есть наш остров, распределенный на разные зоны. Каждая из этих зон обозначает обязательно количество корпоративной репутации. Это звездочки. И количество пауэр-гридов. Это непосредственно энергию, которую нам необходимо поддерживать. Если у нас уничтожатся все пауэр-гриды, все, тогда мы возвращаемся назад, как бы, назад в будущее. Как-то это странно не звучало. И все, начинаем сначала. И есть количество спасенных людей. Чем больше спасем людей, тем лучше. Так, и это реактор-кор. Это специальная внутриигровая валюта, которая позволяет апгрейдить ваши мехи. Так, давайте выберем кого-нибудь. Вот это сложная штука, потому что здесь... Ладно, давайте вот что-нибудь вот такое вот сюда. Возьмем, значит, у нас здесь нужно... Так. Take less than 3 great damage. Типа, получите меньше 3 урона. И, пожалуйста, сохраните все плантации. Плантации коал. Это... Бля. И здесь будет происходить небольшой катаклизм. Вот. Давайте, пойдем на эту миссию. В начале каждой миссии нам предлагается расставиться. То есть, как я уже говорил, это некое подобие шахмат, где от того, на какой позиции мы находимся, у нас будет происходить... Те или иные действия. Так. Тебя, я думаю, надо поставить вот сюда. Тебя поставить вот сюда. Ты можешь стоять вот... В принципе, вот тут. Не, подождите. Вот тут. Вот так вот. Итак, это у нас та самая коал плант, которая дает нам грид. То есть, и... Каждое здание дает, как минимум, немножечко энергии. Поэтому здания рушить нельзя, ни в коем случае. Стараться их максимально защищать. Давайте. Поддержимся. Итак, высадились. Люди летят. О, мы пришли. Они пришли. Они пришли. Каждый бой, по сути дела, он... Это вот катаклизм, который сейчас произошел. Так, ничего страшного. Ничего страшного не произошло, что вот... Ай-яй-яй, это произошло страшное. Итак, у нас осталось три хода. Что мы можем сделать? Значит, смотрим. Вот этой штукой мы можем раскидать этих ребят в рот. В разные стороны. То есть, тогда мы сможем, а, защитить вот эту штуку, б, защитить себя. Это хорошая вещь. Значит, что можем сделать этим? Можем выстрелять по прямой. То есть, мы можем... Смотрите, как сделать. Мы можем, значит, вот этим оттолкнуть вот эту штуку и добить его, чтобы скинуть его вот сюда. И тогда он на следующий ход просто развалится. Хорошая вещь. Наш самолет... Так, что-то я не подрасчитал с самолетом. По уровням. А, ничего страшного. Смотрите, с самолетом можно сделать что? Мы сможем перелететь вот сюда. Я так полагаю. Хотя нет, смотрите, мы сейчас перелетаем вот сюда. Перелетаем. Перелетаем через него. Даем по нему урон. Да, вот, наверное, вот так вот мы сделаем. Давайте просто начнем. Пролетели. Собрали пот. Это хорошо. По нему даем. Пассивочка его уничтожит, потому что он находится внутри... Внутри вот этого облака. Вот этим мы, соответственно, стараемся защитить обоих. Делаем вот так. То есть он сейчас атакует это место, этот атакует это место. Ничего страшного не произойдет. А этим просто выдаем урон по вот этому, для того, чтобы сбросить его с зоны. То есть он просто развалится вот в этом месте. Ничего страшного не произойдет. Во время, кстати, выстрела назад у моего ракетницы дается тоже облако. Очень хорошая штука. Заканчиваем ход. Этот погиб. Этот умрет. Этот ударяет просто в пустоту. Соответственно, зданию урон не нанесен. Итак, появляются три новых чувака. Да, это плохо. Почему? Потому что... А, да, они делают то же самое. Но мы стоим в хорошем месте. Вот этот вот, к сожалению, умеет летать. И это плохо. Это очень даже плохо. Так, этим мы сейчас, значит, смотрите, что делаем. Очень, кстати, неприятная штука. Почему? Потому что... Если я встану сюда, я не смогу сделать урон. Так, сейчас я подумаю. Ладно, этим гарантированно раскидываем. Чтобы, чтобы... Чтобы этот в пустоту, этот, этот просто сам немножечко того откинет копыта. Это, к сожалению, этим я не могу попасть. К сожалению, этим я не смогу попасть. По вот этой штуке. А он попытается сломать здание. То есть, мне надо как-то максимально защитить, попробовать это сделать. Я могу сделать следующим образом. Я могу сюда вот пролететь, перелететь. И потом попаду в свое. Да ладно, ничего страшного. Попаду, попаду и попаду. Зато он не будет атаковать. Все, хорошо. Так, чиниться я не могу. Этого я могу убить просто, по идее, как бы типа скинув. Но, смотрите, у нас вот этот вот пассивный бонус дает. И он дает всем хилку. Это плохо. Надо как-то с ним разобраться. Что мы можем сделать? А, смотрите, что мы можем сделать. Вот эти люди не любят воду. Мы можем сделать вот таким вот хитрым образом. К сожалению, после того, как кто-то тут появится, есть вероятность, что вот его заблокируют, и я получу урон. Ну, ну да ладно. А, я сейчас плохо сделал. Я сейчас выстрелю. А, нет. Так, вернулся назад. У меня есть возможность один раз откатить назад. Потому что, если бы я выстрелил вот отсюда по нему, я бы его, конечно, убил, но тогда я бы зацепил облаком вот это здание, и зданию был бы нанесен урон, а так делать не стоит. Так, все хорошо. Кончим ход. Это мой урон. Мне урон... Я не помню, нанесется, не нанесется. Слушайте, нет, не нанесся урон. Класс. Нет, нанесся. Так, собственно, как и предполагалось. Как и предполагалось. Последний ход. Ничего страшного. Значит, мы стараемся максимально улететь сюда. Этого мы добиваем. Этого мы что можем сделать? Мы можем сходить сюда и добить этого. Все нормально. Все, смотрите, все отлично получается. Делаем ход. Перелетаем сюда. Этим встаем, получается... Даже... Да, наверное, встаем вот так. Этот типа в пустоту просто выстрелит. Этим просто добиваем вот этого товарища. Скидываем его даже с планеты, я бы так сказал. Вот этим я бы, конечно, встал сюда, но он погибнет. Если я встану сюда и начну бить, то я могу зацепить вот это здание. Хотя я не помню сейчас, честно. Push all objective tiles. Я вот, честно, не помню, ломает он здание вот этой штукой или нет. Поэтому я не хочу рисковать. Я просто закончу ход. Да. Потому что эти все отвалятся. Этот останется здесь. Ничего страшного. Они улетели. Мы защитили непосредственно угольную станцию. Получили все, что нужно. Получили Protect the Coal Plant. Получили плюсик в Power Grid. Получили корпоративную репутацию. К сожалению. А, и Reactive Core мы должны это получить, потому что мы забрали пот. Отлично. Так, что нам дали? Нам дали Prime Class Weapon. Ух ты, какую нам классную штуку дали. Это для первого... Это непосредственно для первого... Как его зовут? Для первого склада. И, соответственно, теперь дальше. Мы, опять же, также выбираем, куда пойдем. У нас есть один пот. Давайте что-нибудь сходим прокачаем. Если у нас хватит на это дело. Что здесь происходит? У нас есть... Соответственно, мы можем увеличить мощность нашего меха. У нас есть возможность устанавливать... Вот для вот... Не, блин, этот... Этот, кстати... А, то есть мы не сможем его установить, потому что это для другого класса. То есть этот для класса... Робота, который у меня остался в первом складе. По-моему, да? Вот Powered. Собственно, как происходит здесь улучшение? То есть когда мы добавляем... То есть у нас есть вот эти коры. Мы можем добавить, например, жизни. Можем добавить ходы. Можем добавить урон. То есть вот, например, вот к этой ракете. Да, я могу сказать, типа... Так. Что это происходит? То есть мы, когда добавляем вот сюда вот в реактор... Новую... Новый реактор Core. У нас добавляется энергия. И вот эту энергию мы должны, по идее, добавить вот сюда. К сожалению, у меня сейчас не хватает... Не хватает реактор Core. Поэтому здесь надо два. Я не могу увеличить себе урон. Но я могу себе здесь вот сюда. А, то есть я могу как бы разблокировать свою возможность. Вот это вот. Это очень классная штука. Она позволяет очень хорошо тактически играть непосредственно на карте. Так. Эти у меня без пилотов. Поэтому... Все. Отлично. Если, кстати, вам хочется попробовать, что такое, вы можете использовать виртуальный симулятор для теста. Но сейчас мы не будем на этом заострять внимание. Итак, попробуем... Куда? Так. Сейсмическая активность. Давайте вот сюда. Вот, сейсмическую активность. Поехали. Итак, самолет. Самолет где-нибудь вот здесь. Потому что мы все-таки сможем, скорее всего, долететь и до этого, и до этого. Но не факт. Так. Есть он. Он сможет ко мне сюда подойти и залочить меня. Поэтому встаем вот сюда. Тебя ставим назад. Тебя ставим вот сюда. Потому что, скорее всего, они будут у тебя лочить, и ты будешь их отталкивать. Все. Хорошо. Итак, опять будет катаклизм. Но катаклизм в этот раз, видите, вот такой вот... То есть, не линиями целиком, а по чуть... А, зараза, он долетел все-таки сюда. Вот же он негодяй. Хорошо. Что мы можем сделать? Соответственно, мы можем... Этим я не могу никуда двигаться, потому что он залочен. Вот этим я могу, например, передвинуть вот этого сюда, для того, чтобы не дать появиться новому. Так. Вот этим я что могу? Я могу встать вот сюда, выстрелить по нему. У него собьется... Собьется прицел, он немножечко погибнет. А этим я никуда полететь не могу. Почему? Потому что я стою в залочке. Так. Что я смогу сделать? А, смотрите, я могу тут летать. То есть, я вот этим могу сдвинуть вот этого. А, не могу. Если я его сдвину... Если я его сдвину, тогда, смотрите, что произойдет. Тогда он будет бить по зданию. А по зданию мне бить вообще никак нельзя. То есть, если... Нет, я могу сделать следующее... Нет, не могу. Я могу как бы сдвинуть его сюда. Потом этим, например, прилететь вот этого залочить. Но тогда я встану на это место. Это плохо. А этим я могу как бы вот этого еще... Нет, я его добью тогда. Потому что у него жизнь закончится. Потому что я два урона наношу. То есть, вот видите, вот начинается вот эта вот мозговая деятельность, так сказать. Когда вам нужно просчитывать ходы. То есть, у нас есть всего четыре хода. И нам за эти четыре хода необходимо выполнить наши условия. Соответственно, это убить семь врагов. Представьте, семь врагов. То есть, у них максимально надо убить. И защитить вот эту штуку. Вот бар. Бар Старая Земля. Так. Как же мне теперь быть там? То есть, этого я убить могу. Этого я как бы могу тоже передвинуть вот сюда. Так. А, смотрите, что я могу. Я же этой штукой теперь могу еще и после выстрела перелетать еще раз дополнительно. Значит, я могу как бы перелететь сюда. Его залочить. Так. И отлететь типа в другую сторону. Ох, зараза. То есть... Короче, эту штуку мне надо по-любому спасать. Да. И этого надо спасать. Этот, по идее, сюда долетит. Даже поставит. А этот только через одну, по-моему, стреляет. Ну-ка. Ну да, то есть, он только-только через одну стреляет. Поэтому мне надо как минимум быть на одной клетке. Я могу встать в воду, кстати. Пальнуть из воды. Во, что я могу. А, нет, не могу. Он не может стрелять же в воде. Все плохо. Все очень плохо. Могу встать, сдвинуть. Видите, я бы сюда встал бы. Тогда бы нормально было. Ладно. Давайте пробовать. Даем урон. Поэтому все хорошо. Этим, типа, сдвигаем. Но тогда мы потеряем один корм. Ну, ничего страшного, да? Ничего страшного не произойдет, я надеюсь. Вот. А этим я просто лочу вот этого товарища. То есть, я тоже делаю вот так вот. Перелетаю сюда. Он погибнет. Но, видите, что самое прикольное? Я могу сдвинуться еще раз. Куда-нибудь. Куда-нибудь сдвинуться. Давайте сдвинемся, например, вот сюда. Все. Заканчиваем ход. Если этот будет ходить первым, то будет здорово. Он тогда ударит по нему. И его убьет. Нет, зараза, он все-таки бьет по нему. Ну, то есть, видите, у нас, получается, мы потеряли один пауэргрид. Потому что уничтожили одно здание. Так, это все хорошо. Это прям вот это прям они замечательно подошли. Почему? Потому что я просто раскидываю этого сюда, этого сюда. Никто не вылупляется. Хотя мне надо 7 штук их убить. То есть, мне надо бы, чтобы они вылуплялись. Так, делаем сразу этим удар. Блочим сразу двоих. Первого и второго. Так. Этим что? Добить этого можно? Там можно, кстати, его добить, да и все. Пускай новенький появится. Бэнь. Так. А этим надо поставить место. Ставить место, собственно. Вот так вот. То есть, заблочить вот эту вот штуку. Теоретически можно даже здесь остаться. Потому что отсюда они меня как бы не смогут схватить. Хотя они смогут вот так вот обойти. И тоже смогут схватить. Я даже не знаю, что правильнее сделать. Правильнее, наверное, вот сюда вот встать. Все. Остановиться. И закончить ход. Так, смотрите, что будет, значит. Этот ушел. Ох, я... Да! Да! Черт! Я не заметил! Я не заметил! Прикиньте! Ах, жесть! Я потерял меха просто на ровном месте. Короче, вот такой... Такой фигни будет очень-очень-очень много в этой игре. Вот это плохо, конечно. Так, ладно. Этого я смогу убить. Ничего страшного. Этим я смогу как бы тоже этого убить. Не смогу ничего. Все, я потерял меха, короче. И у меня все очень плохо. Ладно. Давайте. Делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так вот. И теоретически этим можно еще куда-нибудь передвинуться. То есть я могу двигаться, так как у меня он летающий. То мне без разницы. Я могу просто взять и перелететь. Даже на то место, которое будет уничтожено. Как вот я не заметил, что у меня под этим мехом сломается? Я не знаю. Ну все, это сломали. Короче, не задался этот забег. Так, по поводу забегов. Забеги каждый раз новенькие. Так, вот это плохо. Почему? Потому что я не смогу вот этого атаковать. Видите, да? То есть я не смогу как бы перелететь на него. Потому что я в здание просто упрусь. А этим, если даже я сюда встану, то я пальну по нему. Я, конечно, его убью. Но при этом я еще уничтожу свое здание. Смотрите, так вот. День. Да. Ну то есть вот такая вот штука. Сюда я теперь могу спокойненько перелетать. Потому что это не страшно. Хотя, не, подождите. Мы знаете, что я сделала? Мы сделаем вот так. Ай, без разницы. Просто его добьем и улетим. Я же могу. Все, я могу. А почему, кстати, сработал урон? Я что-то не понял. У меня же вот этот погиб. Ну, собственно. Собственно, мишен комплит. Но мы потеряли целого меха. Мы получили две звезды. Но это очень-очень плохо. Собственно. И что дальше? Дальше все то же самое. Вы выбираете, куда лететь. Соответственно. И вперед. И вперед. То есть. Все так вот прилетаете. Расставляете. Расставляете всех своих. Мех у вас возвращается. Потому что нам его прислали снова из будущего. Он же не погиб. Он как бы телепортнулся назад. И снова начинаете. И вот так вот продолжается вся игра. По мере того, как вы проходите. Вы их качиваете. Вы получаете за них. То есть. Здесь вот. Здесь вот. Иконочка опыта. Вы получаете опыт. Вы их прокачиваете. И играете. То есть. Игра вообще обалденная. То есть. За ней можно просто часами. Короче. Убиваться в ней. Играть. Поэтому я. Настоятельно рекомендую. Всем, кто любит подобного жанра игры. Обратить на нее внимание. Если вы вдруг по какой-то причине. Это пропустили. То есть. К сожалению. Видите. Робот у нас вернулся. Но он вернулся у нас. С искусственным интеллектом. То есть. У нас там не будет человека. Который будет прокачиваться. Это вот. Причина. Почему ни в коем случае. Нельзя терять. Своих. Мехов. Вообще. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Так. И все. И улетаем. И все. И пожалуйста. Играйте. Поэтому. Если пропустили. То Into the Bridge. Игра шикарная. Пожалуйста. Посмотрите. Поиграйте. Очень-очень классно. Так. Удар. 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 Никого не попали. А. 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 На этом все. С вами был Джениум. Играйте в хорошие игры. Пока.